Сегодня довольно объемный. Если по ходу возникают вопросы, сразу, пожалуйста, задавайте. Итак, поехали. Анатомическое строение корней. Первое, что мы с вами должны вспомнить, зачем нужен корень вообще. Мы это уже с вами обсуждали. Ничего нового вы здесь не увидите, но, тем не менее, давайте держать эти 2, 4, 6 пунктов в голове. Соответственно, поглощение воды минеральных веществ, закрепление в субстрате – это два основных пункта. Запасание питательных веществ – да, конечно же. Перемещение в пространстве – да, перемещение в пространстве – привет различным видоизменениям, а может быть и с годами перемещения основной массы растения в какую-нибудь другую сторону – да, это все тоже туда же. Получение веществ от других организмов – да, привет симбиозам, так и далее. И это тоже будет влиять на анатомию. И поглощение кислорода, как ни странно, это тоже функция, потому что есть растения, которым критически это важно, потому что они растут в определенных субстратах. Итак, все мы это держим с вами в голове. Ну, а первое, с чего мы должны с вами начать – это то, что корень у нас неоднородный. И по мере продвижения от пончика к основанию. А что, вы не видите презентацию? Вы не видите, что я переключаю презентацию, да? Я вижу. Все видно, так, окей, хорошо, ладно. Предположим, что все видят. Окей, спасибо, спасибо, спасибо. Так. Итак, вы все прекрасно знаете, что корень на своем протяжении, начиная от кончика, кончиком считается у нас вот эта вот штучка, да, от кончика к, соответственно, основанию, основание – это максимально близко к стеблю, делится на некоторое количество зон. Какие зоны принято выделять? Соответственно, зона деления, зона – это рост и растяжение, зона всасывания и первичной дифференцировки, зона проведения, зона образования боковых корней. Тут сразу нужно оговориться, что, с одной стороны, да, они все разные, несут разные функции, но в зависимости от того, какую литературу вы читаете, выясняется, что, к сожалению, не везде одни и те же зоны подразумеваются под одним и тем же. Поэтому давайте мы сейчас с вами оговоримся об этой путанице, потому что, скорее всего, вы с ней встретитесь. Итак, что же такое зона деления и зона роста и растяжения? И почему иногда их объединяют, иногда их разделяют? Давайте смотреть конкретно. Итак, у нас есть четыре, соответственно, анатомические части. Самая нижняя часть – это корневой чехлик. Что это такое, поговорим отдельно. Под корневым чехликом, собственно, как под шлемом, находится святая святая корня, а именно корневая опекальная меристема. Она практически такая же, как и побеговая, и продуцирует те же самые меристематические клетки. Под корневой опекальной меристемом, ее продуктами являются те клетки, которые активно делятся. Но мало поделиться, дальше нужно увеличиться в размере, поэтому под делящимися клетками находятся клетки, которые приступили к активному росту растяжения. Вот эти четыре анатомические зоны иногда разделяют на три зоны, иногда на две, а иногда все вместе. Значит, смотрите. Первый вариант – объединение корневого чехлика и корневой опекальной меристемы. Это называют зоной деления. Второй вариант. Типа корневой чехлик – это вообще отдельная штука, ее не трогают. И говорят, что зона деления – это совокупность корневой опекальной меристемы и делящихся клеток, то есть непосредственного продукта зоны деления. А зона роста и растяжения – это тогда только растягивающиеся клетки. Или же зона роста и растяжения – это и делящиеся, и растягивающиеся клетки. Возникает вопрос, зачем я сейчас вам это все рассказала, и зачем я вам запудрила мозги. Вы должны понимать, что в зависимости от того, какой учебник вы читаете, может быть разное понимание этих зон, а это означает, что функции этих зон могут оказаться немножечко разными. И это критически может сказаться, например, на ответах ваших. Поэтому, если вдруг вы сталкиваетесь в тесте с вопросами о зонах корня, читайте внимательно задание, потому что очень часто в задании будет подсказка, что конкретно, как в своей голове автор этого вопроса делит эти зоны. Потому что я столкнулась с тем, что я, собственно, составляла задание, по-моему, в прошлом году, что это для муниципа, в общем-то, чего-то я составляла задание. И я поняла, что в моей-то голове определенная система зон, да, кто что куда входит. И когда я составляла задание, я поняла, что нужно давать подсказки, нужно давать, конкретизировать все это. Вот поэтому аккуратненько и внимательно за этим следите. Ну, а теперь давайте по зонам, что конкретно, что есть, какие функции выполняем. Итак, первое, с чего мы с вами начнем, корневой чехлик. Как я уже сказала, иногда его в зону деления включают, иногда исключают, неважно. Самое главное, что корневой чехлик – это уникальная структура, которая характерна для корня. Как вы помните, корневой чехлик, собственно, чехол, чипец на башке и так далее. Есть подавляющее большинство растений, большинство корней этих растений содержат корневой чехлик. При этом основная его функция, как считается, это, естественно, защита, механическая защита корневой опекальной меристемы, но также важной функцией является гравитропизм. Но это не все. Давайте подробнее разберем конкретные функции корневого чехлика. И тут сразу, прежде чем мы начнем вот это все читать и перечитывать, мы с вами должны вспомнить такое слово, как ризосфера. Давайте я, наверное, на этом слайде все это нарисую. Значит, представьте себе, что вот у нас есть, значит, разветвленная корневая система. Ну вот корешочек у нас есть. Соответственно, на каждом корешочке, неважно там на боковом, на каком, есть корневой чехлик. При этом давайте посмотрим на следующий слайд. Первое, что мы с вами здесь видим, это образование слизи для уменьшения трения. Переключаемся назад к моему прекрасному рисуночку. Сейчас мне нужно каким-то образом взять и сделать так, чтобы была большая красота. А вот выделение, выделение. Так, попробуем. Соответственно, каждый корневой чехлик выделяет некую слизь, которая обволакивает ниже лежащие клетки корня. Ну, соответственно, там будет зона роста растяжения. Вот это вот все дело. То есть, по мере того, как корень растет, вся эта слизь так и остается очень близко к непосредственно корню. И получается, что весь корень опутан вот этой слизью старого происхождения, нового происхождения, в общем, той слизью, которая была выделена клетками корневого чехлика. Что такое слизь? Ну, как вы понимаете, что подавляющее большинство слизи – это, конечно же, углеводы. То есть, какие-то там сахара, какого-то определенного состава. Как вы понимаете, слизи разных растений, разных систематических групп, скорее всего, будут немножечко разными. А дальше смотрим, опять же, на следующую функцию. Функция номер два. Образование органических кислот и ферментов для растворения почвенных частиц и облегчения поглощения ионов. То есть, возвращаемся к нашей картиночке. И сейчас мне нужно опять переключиться. Значит, первое, что вы сделали, это, соответственно, образовали вот эту слизь. Итак, первое – это слизь. Слизь является домом, слизь является базой. В эту слизь вы выделяете ферменты. Кто такие ферменты? Понятно, что это белки. Почерк у меня замечательный. Белки. Зачем вам нужны белки? Давайте еще раз посмотрим. Ферменты для растворения почвенных частиц и облегчения поглощения ионов. То есть, кто такие почвенные частицы? Это там слипшиеся, например, частички почвы глины или вот это называется почвенные агрегаты. Вот эти вот все почвенные агрегаты. Скорее всего, почвенные агрегаты в своем составе содержат то, что очень-очень нужно растению. Поэтому нужно как-то этот почвенный агрегат максимально растворить, чтобы частицы рассоединились. На что можно повлиять? Можно повлиять непосредственно на конформационные состояния этих почвенных частиц. Привет ферментам. Или, если у нас это не получается, можно изменить PH. Как мы будем изменять PH? Привет кислотам. Органические кислоты, которые выделяют клетки корневого чехлика. То есть уже автоматически мы создали среду в виде слизи. Мы туда выделили ферменты и кислоты. Скорее всего, эти ферменты и кислоты будут, и концентрация этих ферментов и кислот будет индивидуальна для каждого растения. И получается, что только для того, чтобы обеспечить первые две функции корня поглощения воды и минеральных веществ и закрепление в субстрате путем увеличения площади корневой системы, эти две функции заставляют корневой чехлик создавать уникальную атмосферу вокруг корня за счет выделения слизи, ферментов и PH. Более того, если мы вспомним наше предыдущее занятие, я говорила о том, что у корня есть выделительная функция. И эта выделительная функция ограничивается не только на этапах создания слизи ферментов и PH, а выделительная функция также в эту слизь, в общем, совокупность этой слизи ферментов и PH называется ризосфера. Где моя красная штучка? Да, ризосфера. Соответственно, туда что могут выделяться? Туда могут выделяться различные продукты вторичного метаболизма. Это химические соединения, специфически характерные для данного растения, для данной систематической группы и так и далее. Они могут служить аттрактантами для каких-нибудь симбионтов или наоборот отпугивателями для нежелательных бактерий. Работа с симбионтами тоже будет вестись через ризосферу. Туда же мы выделяем вещества, которые будут привлекать симбионтов. Чаще всего это бывают сахара или, например, если мы говорим про плавеньковые бактерии, то это специфический набор фавоноидных соединений. Все это выделяется в ризосферу. Возникает вопрос, а размер-то ризосферы какой? Насколько широко от корня в диаметре распространяется этот слизь? На самом деле не широко, это примерно 1,5-2 мм, не более, потому что именно такой объем, а теперь представьте себе весь масштаб корневой системы, и все эти 1,5-2 мм от каждого корешочка. И по площади размер ризосферы окажется просто гигантским. Вспомните, вчера, ну было как вчера, в смысле, в прошлый понедельник, мы с вами, я вам показывала фотографию препарата корневой системы коркурузы, которая была сделана Тимирязевым. Она же гигантская. А теперь представьте себе площадь ризосферы, ту площадь, которую контролирует растение. Оно, растение, оно контролирует, кто там живет, кого приглашать, от кого оттуда выгонять. Оно, растение, контролирует количество питательных элементов там. Если их не достает, либо оно предпринимает попытки извлечь из почвенных агрегатов дополнительные питательные вещества, а если это не получается, то, соответственно, увеличивается в размерах корневая система. Поэтому ризосфера – это очень важное пространство, которое как бы не является пространством растения, оно не является непосредственной частью растения, но оно контролируется растением. И в создании ризосферы самую важную роль играют, конечно же, корневой чехлик и клетки корневого чехлика. Давайте смотреть дальше, какие функции. Значит, про первые два мы поговорили, про первые две функции. Третья функция. Отделившиеся от чехлика клетки некоторое время функционируют самостоятельно, продолжая выделять кислоты, слизь и ферменты. То есть, когда клетки отваливаются от корневого чехлика, они остаются живыми некоторое время. Именно поэтому вот эти полтора-два миллиметра, благодаря именно отвалившимся клеткам, эти полтора-два миллиметра остаются в области действия ризосферы, и это пространство также можно контролировать. Четвертая функция. Возможно, участвуют в привлечении симбионтов. Ну, скорее всего, да. Другое дело, что, может быть, не непосредственно клетки корневого чехлика будут выделять эти аттрактанты, а, может быть, клетки, например, изодермы или что-нибудь в этом роде. Но там у разных по-разному, поэтому здесь употребляется слово «возможно». Вот это вот слово «возможно», потому что не совсем понятно, конкретно корневой чехлик выделяет аттрактанты или нет. Ну и, конечно же, определение гравитропического вектора за счет амилопластов колумели. Теперь давайте разбираться, что значат эти слова. Но прежде чем мы начнем с вами разбираться, давайте вспомним, что такое колумелла. Итак, колумелла – это особая группа клеток, которые составляют клетки корневого чехлика. То есть по факту у корневого чехлика есть две группы клеток. Первая – это клетки колумеллы, и вторая – это клетки периферические, которые потом слущиваются. Но они, правда, все слущиваются, но тем не менее. Итак, что такого особенного в клетках колумеллы? Дело в том, что там находится особый тип пластидов, особый тип пластид растений, который называется амилопласты. Вопрос к вам. Кто такие амилопласты? Амилопласты – это пластиды, в состав которых активнейшим образом входит крахмал. Пластиды – корни клетки, запасающие крахмал. Значит, ребяточки, амилопласты – это не клетки. Амилопласты – это органелла. Амилопласт – это такая же пластида, как и хлоропласт. Только функция хлоропласта – это фотосинтез, а функция амилопласты – это запасание крахмала. Как вы помните, крахмал может запасаться не только в амилопласте, крахмал может запасаться и в виде зерн. стоплазмами, но вот амилопласты – это пластины, которые специализируются на запасании крахмала. Итак, что происходит? В клетках колумелы, вот они у нас, клеточки колумелы, как вы видите, здесь прямо на рисунке показаны такие вот зернышки, вот они. Это, собственно, амилопласты, которые запасают крахмал. Зачем нужен крахмал? Потому что крахмал – это один из самых тяжелых биополимеров, которые содержатся в составе растительных клеток. Если вы сделаете большое количество крахмала, у вас получится просто груз. И этот груз под действием силы тяжести – это мой кот, он очнулся от операции, ему больно, и он кричит. Соответственно, под действием силы тяжести крахмал в амилопласты давит на определенные стенки клеток корневого чаплика. И получается, что эти амилопласты задают вектор силы тяжести. И что получается? Что… Да, бедный кот. Кот у нас, да. Кот гулял по улице активно, потому что сейчас я за городом живу. И, в общем, где-то он выдрал себе ноготь, коготь, вот, и там все это загноилось, поэтому ему тело все там скрывали, умывали, вычищали. А он очень не любит больницы, очень. Вот. И очень не любит наркоз. Поэтому бедный страдает. Ну, в следующий раз… А, у кота голос знатный, да. Это вот так он, это сейчас он так кричит. А в норме он делает так… Мяу, мяу. В общем, как будто не кот. Он такой… Мяу, мяу. Так, проехали. Лирическое отступление закончилось. Итак, еще раз. Амилопласты – это органеллы, такие же, как хлоропласты, только выполняющие функцию запасания крахмала. Чем больше амилопластов находится в одной клетке, тем больше давление будет оказываться на определенные стенки клетки. И в итоге тем четче и ярче будет продемонстрирован направление… То есть будет продемонстрирован вектор силы тяжести. При этом самое интересное, что крахмал не расходуется при голодании. Даже если растению очень-очень плохо, очень голодно, то до самого последнего момента растение не будет использовать этот крахмал в амилопластах. Потому что оказывается, что осознание вектора силы тяжести важнее для растения, нежели чем ням-ням. Потому что в крайнем случае можно куда-нибудь подлезть, вылезти и все-таки пофотосинтезировать немножко. Та же самая фотография, примерно та же самая, только непосредственно световая микроскопия. Что же мы здесь видим? Это о положительном геотропизме. Извините, еще раз. Давайте назад перемотаем. К чему я все это рассказывала? Значит, вектор силы тяжести обеспечивает направленный рост к центру Земли. Направленный рост к центру Земли называется гравитропизм или геотропизм. Неважно, одно и то же. Соответственно, положительный геотропизм – это когда вы растете по направлению к центру Земли. Есть, конечно, отрицательный геотропизм, когда вы растете в противоположном направлении. Ну ладно, сейчас я не буду вам рассказывать. Это вот суперновая теория у нас в физрасте. Потом как-нибудь про нее расскажу. Итак, что мы здесь видим? Вот эти вот отваливающиеся клетки корневого чехлика. Вот они. Вот они отваливаются. А вот это, то, что я сейчас рисую, это уже пошли клетки корня, которые не отваливаются. Вот он корень. Вот он корень. А вот это все корневой чехлик. И, скорее всего, вот здесь будут находиться клетки полумелосмелопластными. Ну, просто здесь они не так хорошо видны. Вот. Итак, переходим к следующей части. А следующая часть заключается в том, что не у всех растений есть корневой чехлик. Тогда вы меня спросите, а как же резосфера? А я вам отвечу. А все зависит от того, где живет товарищ. Итак, во-первых, если очень рыхлая почва, очень влажная почва, зачем делать корневой чехлик? Зачем тратить клетки, которые можно потратить на удлинение корня? Зачем тратить клетки на создание корневого чехлика? Эти функции, там, слизи и так далее, могут делать какие-нибудь другие клетки по высшей зоне. Другой вариант. Если ты сапротроф. И тут вопрос к вам. Я каждый раз позорно совершенно забываю, кто такие сапротрофы. У меня почему-то в голове, что сапротрофы – это те, кто всякую там опат разлагают, листву разлагают. Вот эта вся история. Но я не уверена. Поэтому вопрос к вам. Кто такие сапротрофы? Так, всасывают. Что всасывают? Кого всасывают? Питаются разлагающимися сапками. А-а-а. Ага. Питаются мертвым органическим веществом. То, что вы сказали. Окей. Въехала примерно. Ну, значит, примерно помню. Ну, и последний вариант – это растения, которые не нуждаются, соответственно, в корневом чехлике, потому что они не испытывают этого давления вовсе. И привет водным растениям. Даже если у вас водное растение, которое имеет корень, несмотря на то, что там как бы тоже есть грунт, тоже есть субстрат, но, тем не менее, там нет такого давления, поэтому чаще всего у водных растений корневого чехлика вовсе нет. Так, наша с вами следующая зона – это зона, вот мы, соответственно, с вами поговорили про корневой чехлик. Вот он, ой, про корневой чехлик. Вот он наш красивый. Вот она, собственно, следующая наша с вами зона – это зона деления и роста. Что сюда входит? Сюда входит непосредственно корневая пекальная меристема и ее активно делящиеся подружайки. Собственно, синим, синий – это такой форесцентный краситель, маркер, показанные клетки, которые находятся в стадии активного деления. Ну, а как вы понимаете, что следующие клетки, они активно не делятся, они лишь растягиваются, поэтому там синим ничего не отмечено. Итак, тот же самый корень, только, соответственно, повернутый. У нас наверху корневой чехлик. Что есть что? При этом здесь очень все красиво покрасено, покрашено. Вы видите все эти прекрасные красивущие ябра. Давайте с вами разбираться, что есть что. Вы визуально уже видите, что некоторые группы клеток отличаются от других групп клеток. Давайте смотреть. Итак, первое, что у нас закрашено – это корневая пекальная меристема. Давайте еще раз посмотрим. Корневая пекальная меристема. Плотно уложенной табличатой формы инициали. То есть вот у нас есть инициальная клетка, и она делится, дает абсолютных клонов по форме, по размерам. Это у нас корневая пекальная меристема. Как вы помните, меристема дает начало трем типам меристемы. Основная меристема, воскулярная меристема, и там прокамбии, соответственно, и протодерма. Теперь давайте смотреть. Первое, что у нас образуется, это прокамбий. Центральный тяж клеток, и самое главное – это суперцентральные клетки, которые обозначают направление воскулярного тока. Вот это прокамбий. Как вы помните, из прокамбий у нас будет образовываться первичная эксилема и первичная флеема. Но это все еще зона у нас активно делящихся клеток, а потом растягивающихся. То есть никакой еще дифференцировки нет. Здесь есть лишь деление на типы эумеристем. Помните, что есть истинная меристема и есть эумеристема, которая не совсем уже честная меристема, потому что из клеток эумеристемы будет образовываться конкретный тип ткани. Как вы понимаете, прокамби это меристема. Но из прокамбиальных клеток вы не сделаете клетки покровной ткани. Следующий тип нашей меристемы – это основная меристема. Здесь она закрашена зелененьким. Соответственно, она будет давать начало большому количеству тканей. Тоже мы это с вами обсудим. Ну и последнее, самое периферическое – это протодерма. Вы уже здесь видите чисто прозенхимную форму. Они не квадратные, они уже вытянутые прямоугольные. Здесь, в принципе, это все хорошо читается. Еще раз повторюсь, это все еще зона деления и роста и растяжения. Я их здесь уже объединила. Здесь нет еще никакой первичной дифференцировки. Непосредственно тканей мы не видим. Мы лишь видим эумеристемы, которые дадут начало конкретным тканям. В зоне роста и растяжения только начинают дифференцироваться ткани. Но конкретных четких тканей в зоне роста и растяжения вы не увидите. Вы увидите постепенное перерождение клеток эумеристемы в конкретную ткань. Ну а теперь давайте еще раз вспомним про функции. Потому что сейчас мы с вами будем переходить к той зоне корня, в которой мы уже увидим непосредственно дифференцированные ткани. Но мы должны с вами понять, а зачем они там, что конкретно они делают, почему они в таком порядке поставлены. Итак, каким с точки зрения функциональности надо быть корнем? Какие функции надо выполнять? Ну, во-первых, это нужно быть хорошо впитываемым, нужно хорошо впитывать. Но для того, чтобы хорошо впитывать, нужно быть довольно проницаемым. Да, ты можешь впитывать как губка, но ты внутрь себя эту воду запустишь или нет? Почувствуйте, да, вот эту вот разницу. Ты можешь впитать как губка, но при этом эта вода никуда не пойдет. Внутрь тебя она не проникнет. Нужно быть, с одной стороны, хорошо впитывать, то есть быть как губка. А с другой стороны, нужно уметь эту воду внутрь себя пропустить. Это важно. Дальше. Нужно иметь фильтр, потому что без разбора все в себя впускать – это небезопасно. Да, ты типа контролируешь лизосферу. Да, у тебя там есть какие-нибудь протекторы, которые защищают тебя от всяких бактерий и так и далее. Но на старушку бывает проружка. Поэтому да, ты впитываешь, да, ты всасываешь, да, ты проницаемый, но у тебя должна быть таможня. И эта таможня должна жесточайшим образом контролировать то, что проходит внутрь тебя. Ну и последнее. Нужно при этом всем быть прочным, потому что чем глубже ты уходишь в землю, тем больше на тебя давления. Если ты не будешь прочным, ты просто схлопнешься. И теперь, держа эти три показателя в своей голове, давайте посмотрим, как с анатомической точки зрения это все реализуется. Реализуется в основном это все, начиная с зоны всасывания и первичной дифференцировки. В учебниках она называется просто зона всасывания, но корректнее говорить, что это зона всасывания и первичной дифференцировки, потому что именно в этой зоне происходит первичная дифференцировка тканей. В этой зоне мы наяву видим перерождение эомеристем в конкретную ткань. Давайте смотреть, как это все сделано. Итак, давайте по функции. Итак, первое, что мы должны делать, мы должны всасывать. Мы должны не просто всасывать, мы еще должны быть хорошо проницаемыми. Поэтому самый наружный, с функциональной точки зрения, контур – это контур, который обеспечивает всасывание, поглощение и проведение веществ к очень важному контуру, следующему к барьеру, к таможне. Потому что да, ты все это поглотил, ты, может быть, уже частично что-то переработал, но дальше для того, чтобы транспортировать все наверх, ты должен пройти таможню. Поэтому следующий наш с вами контур – это барьер, таможня. Таможня – это все прекрасно, но должен быть терминал, который будет обеспечивать транспорт. Поэтому следующий наш с вами контур – это проведение питательных веществ наверх. Ну, не только наверх, да, но и получение органических соединений, ну, то есть флоемные элементы. И именно этот же контур будет обеспечивать механическую прочность. Потому что самые важные корни с точки зрения всего организма – это, конечно же, проводящие элементы, и поэтому они будут обеспечивать самую важную механическую прочность. В отличие, например, от стебля. Да, там немножечко по-разному происходит. Ну, а теперь давайте рассматривать каждый контур отдельно. Итак, наш самый первый контур – всасывание. Этот контур состоит из двух частей. Первая часть – это то, что непосредственно обеспечивает всасывание, поглощение. Это, соответственно, ризодерма или гиплема, одно и то же. Как вы понимаете, так как это покровная ткань, то она будет у нас образована протодермой. И она, как вы помните, состоит из двух типов клеток. Это трихобласты – клетки, которые содержат корневые волоски, и от трихобласты. Кто же такие корневые волоски и как они образуются? Самое важное, что вы должны понимать, что корневой волосок – это продукт одной клетки. То есть корневой волосок – это одна клетка. Трихобласт – это совокупность основания клетки и выроста, которым является корневой волосок. В отличие, например, от каких-нибудь трихом на листьях и так далее, корневые волоски бывают разной длины, бывают разной плотности. То есть какое количество клеток ризодерма будет превращено в трихобласты. От чего это зависит? Это зависит от доступности питательных веществ, это может зависеть от внешних факторов. Ну, на самом деле, много от чего. Сколько их, какая зона широкая, узкая. Все эти физиологические показатели, которые при внимательном исследовании могут очень много чего рассказать физиологу растений о состоянии данного растения. Как ему хорошо, плохо или не очень. Вот, собственно, то же самое. Будь здорово. Прости большой. Не будь волопшой, а будь вермишелить. Ну, давайте посмотрим на эту фотографию. Вот она у нас. Вот он, этот корневой волосок. Вот клетка корневого волоска. Вот она такая здоровая. Вот это все одна клетка корневого волоска. Ну, как вы понимаете... Спасибо большое. Как вы понимаете, получилось так, что соседняя клетка, вот здесь же соседняя клетка, она тоже у нас с корневым волоском. Плотность создания корневых волосков, как я уже сказала, много от чего зависит. Но чаще всего это будет зависеть от... Например, если очень мало каких-то питательных соединений, то корневых волосков станет больше. Или, например, так получится, что с одной стороны корня будет много питать, ну, большая концентрация какой-нибудь вкусняшки, тогда с этой стороны будет много корневых волосков. А если ее будет слишком много, то там количество корневых волосков уменьшится. В общем, все это индивидуальные показатели. И все это очень сложно, но очень-очень красиво. Итак, следующий наш с вами контур. Он тоже относится к всасыванию. Это вторая часть контура всасывания. И это паренхимы первичной коры. Гигантский пол паренхимных клеток. Вы спросите, зачем? Ну, как вы помните, они будут образованы основной меристемой. Они будут обеспечивать радиальный транспорт. Да, ты ризодерма, да, у тебя корневые волоски, ты крутая такая, спору нет. Только дальше это нужно доставить внутрь корня. Поэтому радиальный транспорт будет обеспечиваться паренхимой первичной коры. Частично что-то останется в этой паренхиме, потому что, ну, как бы мы же не все отправляем туда, нам же тоже кушать хочется, нам же, ну, себе же надо тоже что-то отставить. Поэтому что-то оставляется себе. К тому же, это вот скорее информация для ребят, которые постарше, типа 10-11 класс. Если вы вспомните круговорот азота в природе, то вы вспомните, что растения поглощают нитраты и аммонии и превращают внутри себя нитраты и аммонии в аминокислоты. Так вот, это может происходить в листьях, а может происходить в корнях. И вот именно в зоне паренхимой первичной коры происходят основные метаболические процессы обмена азота и серы. Там образуются аминокислоты, там же образуются серосодержащие аминокислоты. Еще раз повторюсь, это может происходить и в корнях, и в листьях, но если это происходит в корнях, это будет происходить и в паренхиме первичной коры. Поэтому паренхима первичной коры богата лейкопластами, потому что лейкопласты – это функциональные пластиды корней. Все то, что будет делать с минеральными веществами хлоропласт в листьях, все то же самое делает лейкопласт в корнях. Ну, просто он не фотосинтезирует, а все остальное он прекрасно делает. Поэтому четвертый пункт – первичная метаболизация поглощенных веществ – это вот как раз про первичную кору. То есть с анатомической точки зрения, но типа такой вот буфер, а с физиологической точки зрения – это транспорт, это метаболизация, это основное место поставки питательных веществ. Поэтому очень важная штука. Следующий наш с вами контур – это барьер. Да, мы поглотили, да, мы транспортировали, а дальше мы хотим это пустить наверх в стебель. Мы не должны допустить того факта, чтобы вместе с водой и нейронными веществами туда проникли, например, вирусные частицы. Поэтому таможня должна быть жесткой и жесточайшей. Кто обеспечивает таможню? Таможня обеспечивает эндодерма. Эндодерма будет образована протодермой. Ой, что я сейчас говорю? Основной берестермой. Значит, эндодерма может быть в трех состояниях. Это важно запомнить, потому что по состоянию эндодерма вы можете сказать, скольки годичный, например, корень вы видите. Или вы видите корень однодольного или двудольного. Вот по состоянию эндодерма можно это все понять. Итак, первая стадия эндодерма – это когда у нас в эндодерме есть поиски Каспаре. Что это такое? Рассказывать мне вам не надо. Все это вы прекрасно знаете. Второй этап развития эндодермы – это приобретение суберенизации практически у всех стенок эндодермы. И получается, что у вас подавляющее большинство клеток практически полудохлые, но суберенизированные. И остаются так называемые пропускные клетки. То есть вы уменьшаете количество точек входа в центральный цилиндр. Это важно. Ну и третий этап развития – это когда вы не просто суберенизировались, а вы еще вторично утолщаете клеточную стенку. То есть у вас вторичное уобразное утолщение, которое сделано вторичной клеточной стенкой, и непосредственно еще большее уменьшение пропускных клеток. Все это будет зависеть от того, сколько лет корню. Можно подробнее про поиски? Сейчас я покажу. У меня тут есть входочка. Пожалуйста. Пожалуйста, мой компьютерчик. Вот. Значит, смотрите. Что мы видим слева? Фотография слева. Значит, вот эти клетки эндодермы. Раз клетка, два клетка. Здесь эти клетки выглядят шарообразно, но чаще всего, конечно, вы их увидите примерно вот в такой форме. Но это все зависит от… Итак, вот эти клетки. Что происходит? Значит, ток у нас идет отсюда, и мы хотим попасть в святая святых. Вот, например, вот сюда. Тут какая-то ксиленка. Мы хотим сюда. Значит, ответственно, что у нас получается? Про тип радиального транспорта я все это расскажу позже. Просто в данном случае меня интересует анатомическая особенность. Все вот эти вот стенки. Вот, например, возьмем вот эту клетку. Вот эти все стенки – это первичная клеточная стенка. Ничего особенного в ней нет. И вот здесь тоже первичная клеточная стенка. Но то, что мы называем пояском Каспаре, что это такое? Представьте себе, что у вас есть… Сейчас, поднимаю. Вытянутая такая клеточка. Вот она, вытянутая. И вы надеваете на нее поясок по всей периферии. Вы утягиваете. У вас получается такой корсетик. Корсетик. Соответственно, эти стенки как были, так и остались в состоянии первичной клеточной стенки. Ничего особенного. Но часть стенки, которая опоясана пояском, а это поясок, это не просто поясок, вы сюда загоняете суберин. Что такое суберин? Как вы помните, мы не пропускаем ни воду, ни газа. Правда, у кого-то суберин, у кого-то лигнин. Суберин, собственно, это будет очень смешно, но из-за этого был снижен балл у меня на экзамене по ботанике. Потому что тогда считалось, что в клетках Каспария только суберин. А на самом деле сейчас показано, что может быть и суберин, и лигнин. И все это зависит от систематического положения. Но употребляющее большинство товарищей все-таки суберин. Так вот, когда вы надеваете этот поясок, получается, что вся вода, которая транспортируется от резодермы к центральному цилиндру, упирается в водонепроницаемую броню. Она просто не пройдет там. И дальше она вынуждена прибегнуть к другому пути исследования. Какому, расскажу позже. Сейчас нас интересуют только анатомические особенности. Другой вариант, когда теперь абсолютно весь, абсолютно вся клетка суберинизируется. Все клеточные стенки по всему объему суберинизируются. Что будет, если вы в пробку заткнете живое? Да, ну там помре. И получается, что подавляющее большинство клеток эндодермы мертвое. Надо нарисовать череп и кости. Так, ну, в общем, если что, вот это вот типа череп и кости. Короче, сдохну. И остаются лишь немногочисленные витальные клетки, живые клетки, которые будут навызываться пропускными клетками. Весь ток будет направлен через них. Вот сюда. Да что ж такое? Вот сюда. Весь ток будет направлен через них. Потому что через вот этих товарищей бессмысленно ходить, они все. А третий этап, здесь я его не показала, у меня в других фотографиях показано, когда у вас помимо того, что все суберинизировано, у вас еще вот здесь вот, у вас откладывается вторичная клеточная стенка. И получаются вот такие дополнительные у-образные утолщения. Да, пропускные клетки. Да, все замечательно. Но у вас еще дополнительно вторичная. Да, это таможня. Это таможня. Да, совершенно верно. И либо вы таможите через много мест, либо вы ограничиваете число терминалов таможни. Ограничивая число терминалов таможни, вы должны сто процентов быть уверены в том, что через другие дырки ничего не пойдет. Поэтому вы все клетки суберинизируете. А если вот вы совсем не доверяете этим товарищам, то, соответственно, вы еще увеличиваете утолщение клеточных стенок. И тогда это еще и механическая прочность. Таким образом, давайте на предыдущий слайд. Значит, первый вариант, первый этап развития эндодермы – это поиски Каспария. Это у всех, абсолютно у всех есть эндодермы с поисками Каспария. Второй этап – это суберинизация всех стенок и вычленение пропускных клеток. И третий этап – это у-образные утолщения с пропускными клетками. От чего будет зависеть, увидите ли вы пункт 3, пункт 2 или пункт 1. Это зависит от времени жизни корня, сколько один год, полтора, два. И это будет зависеть от того, однодольное, двудольное, голосеменное или споровое. То есть, на самом деле, это еще будет зависеть от того, способен ли корень к вторичному утолщению. Если корень способен к вторичному утолщению, то пункта 3 вы там не увидите никогда. Потому что зачем? Потому что там так идет вторичное утолщение, что это эндодерма, просто до свидания. Она убирается вообще. До свидули. Об этом тоже. Да. Настя. Можно спросить. Вот все равно же у нас есть отверстия, через которые вещества поступают. Но какие структуры обеспечивают уже фильтрацию веществ? Ведь все равно может какая-то вредная бактерия пройти? Так, смотри. Первичная фильтрация происходит на уровне корневого волоска. Я вам говорила о том, что с физиологической точки зрения транспортные системы, каналы-переносчики-помпы, которые образуются на поверхности корневых волосков, это очень специфическая структура. Поэтому, во-первых, мы фильтруем все на этапе ризосферы, выделяя туда определенные вещества, чтобы туда никто не проник. Дальше это корневой волосок. Дальше зараза может быть обнаружена на этапе паранхимы первичной коры. И самым последним этапом является эндодерма. На этапе эндодермы происходит последний контроль. И если эта какашечка проникла через эндодерму, то дальше это все загружается в центральный цилиндр и на скоростном лифте наверх, и все, досвидули растения. Поэтому у вас как бы три этапа, на которых можно это все отсечь. Просто эндодерма – это последний рубеж обороны. Все, за нами Москва. Дальше вот, если там не обнаружено, то последствия будут очень плохими. Спасибо. А, нет, да. Так, едем дальше. Это мы с вами… Вот. Следующий наш с вами рубеж, зона, как я ее еще называла, контур. Вот. Следующий наш с вами контур – это механика и проведение. При этом контур-то на самом деле тоже такой двойственный. Дальше очень важным этапом, ровно под эндодермой находятся клетки перицикла. Всегда. Почти всегда. Возникает вопрос, зачем, какую функцию они выполняют. Ну, во-первых, это связующее звено между эндодермой и непосредственно клетками проводящей системы. Но самая важная функция, пожалуй, то, что перицикл – это донор живых клеток. Если вы хотите сделать что-то новое, то, скорее всего, прибегните к перициклу. Перицикл – это спящая меристоматическая ткань. Из нее вы будете делать… от нее вы будете плясать при вторичном утолщении, от нее вы будете плясать при образовании боковых корней. Поэтому перицикл – это такая постоянно функционирующие живые клетки. Вот основная функция. Понятно, что это не относится ни к механике, ни к проведению, но это такая вот запас клеток, которые вот чуть что могут поделиться и дать нужный объем, заполнить там дырку или еще что-нибудь. И последние наши с вами товарищи – это те, кто обеспечивают проведение, понятно, ксилемы и флоэма. Ну и, конечно же, элементы ксилемы и флоэма будут обеспечивать механическую прочность. Какие элементы – мы с вами обсуждали это в прошлый или позапрошлый раз. Итак, я вам рассказывала про функциональные контуры. Но существует классическая анатомическая зональность корня. На самом деле в стебле ровно то же самое. Такие же три зоны. Наружная зона – это покровные ткани, соответственно, обеспечивающие защиту. Вторая зона – это первичная кора или портекс. Поэтому паренхема первичной коры называется либо паренхема первичной коры, либо кортикальная паренхема. Одно и то же. Вот прям вообще одно и то же. Поэтому либо первичная кора, либо кортекс. Первичная кора образуется путем метаморфоза, путем перерождения основной меристемы. То есть основная меристема будет давать начало и эндодермии, и паренхеме первичной коры. Все это в совокупности будет называться кортексом или первичной корой. Какая их функция? Ну, мы с вами их разделяли. А так это проведение, запасание, вот это вся история. Ну и последняя часть была образована эомеристемой прокамбием, соответственно, центральный цилиндр. Центральный цилиндр, который будет обеспечивать проведение туда-сюда во всех направлениях. В принципе, эта зональность, как вы понимаете, основана на том, какие эомеристемы чему дают начало. Протодерма, основная меристема и прокамбием. Мы с вами немножечко по-другому на это все посмотрели с точки зрения функциональности. Неважно, как вы будете запоминать эту последовательность. Неважно. Главное, я вам предложила как бы один вариант, второй вариант, уложить это себе как-нибудь в голове. Если вы запомните это, вам всегда будет легко потом плясать и понимать, какая ткань где расположена. Например, вам дают какой-то анатомический срез. С какой стороны подступиться? Куда смотреть? Мать моя женщина. Держите эту схему в голове, все будет хорошо. Ну, как вы помните, совокупность ксеремы флайма – проводящий пучок. А теперь еще раз то же самое. Вспомним наши три задачи, которые мы с точки зрения функциональности ставили корму. Первая задача – хорошо впитывать и быть проницаемым. Кто обеспечивает выполнение этой функции? Ризодерма и паренхима первичной коры. Мы проницаемы, мы впитываем, мы абсорбируем, мы метаболизируем. Ризодерма первичная кора. Следующая наша с вами задача была – это фильтр. Конечно же, это эндодерма. Это не означает, что резодерма первичная кора не обладает фильтрационными способностями. Но самый главный фильтр, последний рубеж – это, конечно же, эндодерма. Ну и третья наша с вами была задача – это прочность. Это механические элементы, проводящие в ткани. И передерма, если мы говорим про вторичное утолщение корня. Итак, еще раз. С точки зрения функциональности три задачи – впитывание и проницаемость, фильтр и прочность. И все это реализуется наличием тех или иных тканей в тех или иных местах корня. Мы с вами уже поговорили и про все эти наши наружные контуры, про все это поговорили. А теперь давайте непосредственно сосредоточимся на том, как ксилема выглядит относительно флоемы. Потому что в зависимости от того, как располагается проводящий пучок, как он выглядит, вы можете точно сказать, это корень или это стебель. В корне всегда у всех растений абсолютно без исключения радиальный проводящий пучок. Только возникает вот в чем проблема. Лучей у этой радиальной структуры может быть разное количество. Давайте смотреть. Значит, вот наш первый вариант. Раз луч, два луч, три луч, четыре лучи. Все, что красненькое, это у нас ксилема. Дальше она тоже будет красненьким, потому что поменять мне цвет довольно долго. Соответственно, вот эти вот клеточки, находящиеся между лучами, это будут элементы флоемы. Сколько лучей ксилемы, столько же элементов флоемы. Радиальная симметрия. Сколько здесь лучей, мы посчитали их четыре. Как с точки зрения суперботаники, будет суперпродвинутых ботаников, это будет называться. А называться это будет тетрахный радиальный проводящий пучок. То есть, собственно, вы должны вспомнить, помнить только слово архный, а дальше представлять монархный, ну, монос один, диархный, триархный, тетрахный, пентархный, гексархный. Это обычно говорят. А если это больше семи, там одищенская каша, это будет полиархный. Соответственно, следующий наш с вами проводящий пучок, вот этот вот, раз, два, три, четыре, пять лапешки панды. Соответственно, между ними флоема, пентархный радиальный проводящий пучок. Возникает вопрос, что вот это такое. А на самом деле это диархный радиальный проводящий пучок, потому что он полностью, соответственно, пронизывает вдоль. У него две ветви. А вот это у нас с вами будет монархный радиальный пучок, потому что элементов флоемы только один, а здесь элементов флоемы два. Вот, но на самом деле диархный и монархный вы практически не увидите, потому что это какие-нибудь там, по-моему, у плавунов такая штука встречается, у каких-то папоротников. Ну, корни папоротников обычно вам не дают резать. Поэтому чаще всего вы увидите там какой-нибудь тетрахный, триархный. Если вы видите большое количество пучков, то есть полиархный радиальный проводящий пучок, вы знаете, что это однодольное. А если вы там видите одищенскую кашню, значит, что это однодольное. Если вы видите красивую, четкую структуру, то, скорее всего, это двудольные, либо все остальные. Кашня – однодольное. Красота – двудольное и все остальные. А семь лучей – это получается гептархный или уже полиархный? Семь обычно полиархный. Сейчас. Гекса. А гепта – это семь, да? Я не помню. Ну, можно гептархный. Если у вас четко семь, то да. Просто обычно вот либо шесть, либо уже одищенский много. Вот. Так, давайте дальше смотреть. Пять пентархных гепта – семь, да, окей. Так, ну давай, переключайся, зайка моя, пожалуйста. Вот. Давайте смотреть. Значит, здесь мы видим только непосредственно радиальные проводящие пучки. Соответственно, если мы возьмем левый рисунок, то вот это вот, соответственно, нас не интересует. И здесь вот это вот тоже нас не интересует. Нас интересует только вот этот кружочек. Значит, что мы видим здесь? Вот эти здоровущие, однозначно здоровущие, широкопросветные и ксилемные элементы. Соответственно, это тетрахно-радиальный проводящий пучок. Здесь не супербольшое красивое разрешение, но вы по логике, ткнув примерно сюда, можете сказать, потому что вы знаете, как радиальный проводящий пучок выглядит и устроен. Ткнув сюда, вы можете сказать, что здесь находится флэм. Да? Ну, между ними, наверное, есть какие-нибудь паренхимные элементы. Вы все это можете увидеть только при уже супербольшом увеличении, потому что это сороковуха, и тут как бы особо не видно. Одищинское месиво. Привет одищинскому месиво. Давайте смотреть. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, в общем, понятно, смысл понятен. К тому же, как вы видите, здесь все покрашено. И все вот эти вот волны, амурские волны, которые я обвожу, они красноватые, а красноватые у нас все-таки элементы ксилемы. К тому же, в основании этих элементов вы видите вот эти вот широко просветные штучки, да, которые явно являются элементами ксилемы. Возникает вопрос, где же здесь флэма. А флэма здесь оказывается желтоватой. Вот она между лучами ксилемы. Соответственно, полиархный радиальный проводящий пучок, ну, железно и совершенно железобетонно с супер-суперуверенностью. Вы можете сказать, что этот корень принадлежит однодольным. Ну, понятно, вы не сможете сказать, кому конкретно, но то, что это однодольный, это вы точно можете сказать. Так, а теперь сюрприз. Сюрприз заключается в том, что вы помните, что прокамбий полностью превращается в клетки проводящих элементов. И вообще-то, давайте перелеснем на предыдущую картиночку, если смотреть, например, вот здесь вот на двудольный. Самое центральное место в проводящем пучке занимает проводящие элементы. Никакой сердцевины, сердцевинный паренхим быть не должно, не может быть. Но это было бы очень замечательно, если бы не одно «но». Некоторые представители, чаще всего, однодольные, ну, потому что у них кашня везде, да, что они делают? Они, часть клеток прокамбия, заставляют метаморфизироваться либо в паренхимные элементы, либо в механические элементы. И тогда что у нас получается? Либо у нас получается супермеханическая сердцевина, которая представлена с клеренхимными элементами, то есть это будут дохлые клетки с равномерно утолщиной клеточными стенками. Так, например, делает чимерица. Чимерица очень красивая, однодольная. Вы потом узнаете или уже знаете, что у них, у нее этот ложный стебель. Дам такие суперполагалища, потом это расскажем. Либо они заставляют, господи, либо они заставляют центральную, сколько еще будет идти занятия? А, да, я поняла. Ну, мы сейчас час отвели, просто я полчаса давала на тест. Ребят, вы можете еще 30 минут потерпеть? Я довольно быстро закончу. Давайте так, я дойду до вторичного утолщения, и мы с вами закончим. Это, думаю, минут 15. Вторичное утолщение, соответственно, будем разбирать на следующем занятии. Либо клетки прокамбия будут метаморфизироваться в клетки паренхимы для того, чтобы увеличить зону запасания питательных веществ. То есть, если вы не доверяете клеткам паренхимы первичной коры в запасании питательных веществ, и вам все-таки нужно еще одно депо запасания, то тогда вы попросите клетки прокамбия, соответственно, метаморфизироваться в клетки паренхимы, и тогда у вас будет сердцевинная паренхима корня. Если вы ткнете сюда, вот сюда, вот сюда, и напишите мне, что это сердцевина, я вас покусаю. Вы можете написать клетки паренхимы, вы можете написать сердцевинная паренхима корня. В общем, как-нибудь, как угодно, только не сердцевина, потому что с морфологической и эмбриологической точки зрения сердцевина стебля не идентична сердцевине корня. Они происходят из разных типов эомеристен. Это важно. Что происходит тогда, когда мы поглотили питательные вещества? Я думаю, что на этом мы более-менее закончим. Мы с вами, поглощая питательные вещества, а если не смог написать тест, где взять ссылку на него, я просто в дороге слушаю. Значит, если, отвлекусь, значит, по поводу тестов. Большой тест будет перед тем, как мы будем устраивать салендромильные почные занятия. Ссылки на эти тесты, я не думаю, что вам они нужны. Просто большой тест будет перед почным занятием. Тогда вы напишите, ничего страшного. Итак, когда происходит поглощение питательных веществ, корневой волосок поглотил. А дальше мы с вами должны вспомнить, что у нас есть две важные составляющие клетки. У нас с вами есть клеточная стенка, которая у нас состоит из целлюлоза, пектина, гемицеллюлоза, белков. Мы это все с вами обсуждаем. И у нас есть протопласт. Что такое протопласт? Это все внутреннее содержимое растительной клетки без клеточной стенки. То есть там ядро, митоха, хлоропластик с гранами, эндоплазматический ретикул. Так нарисовать у меня не получилось. Неважно, в общем, все-все-все органеллы, которые окружены плазмолемой, плазматической мембраной. И дальше возникает вопрос. Вот мы поглотили питательные вещества. В принципе, они могут остаться в клеточной стенке. Ну, если это не очень большая молекула, то она может остаться в клеточной стенке, а все же соседние клетки контактируют клеточными стенками. И у вас получается гигантское пространство только клеточных стенок. И вот это вот пространство называется апопласт. И если вы не очень большая молекула, вы можете не заходить внутрь клетки, вы можете не просачиваться в протопласт. Потому что для того, чтобы просочиться в протопласт, вы должны проконтактировать с особым каналом, транспортером, помпой, находящимся на плазмолеме. Вы просто так сквозь плазмолему, ну, вы можете пройти, если вы какой-нибудь газ. Но если вы какая-нибудь заряженная молекула, то вряд ли у вас это получится. Ну, у кого-то получится, у кого-то не получится. То есть вы должны найти особый способ, чтобы проникнуть через плазмолему. Но вам же лень это делать. Поэтому вы продолжаете путешествовать по апопласту. И получается, что первый вариант движения – это движение по апопласту, по всем клеточным стенкам. Вы стремитесь туда, где вас мало. Вы, в общем, движетесь по своему концентрационному градиенту. Быстро, моментально, но неконтролируемо. Живое содержимое клетки не знает, кто живет в апопласти. Если вы хотите быстро что-нибудь куда-нибудь доставить, круто, апопласт лучше нет. Привет к ксилеме, потому что ксилема – сплошной апопласт. Но вы же должны это как-то контролировать. Единственный способ контролить, что движется по апопласту, это все, что есть в апопласти, загрузить в симпласт. Как это делается? А делается это при помощи барьера. Когда вспоминаем нашу эндодерму, вот она, наша с вами эндодерма. Вот эти пояски Каспаре, которые прекращают путь по апопласту, потому что они перекрывают суберином клеточные стенки. Вы утыкаетесь просто в водонепроницаемую стенку. Не просто в водонепроницаемую, так еще и газонепроницаемую. Все, вы уперлись. И дальше вы пытаетесь найти место, где же просочиться. Дальше мы вспоминаем про пропускные клетки. И мы вспоминаем про то, что все содержимое апопласта вынуждено переместиться в симпласт. Как? Через эти каналы, переносчики, помпы. И дальше живое содержимое начинает отсчитывать. За последние 15 секунд в нас проникло 325 молекул NO3, 15 молекул калий плюс. Это, конечно, я очень образно говорю, что он отсчитывает. Но сигнальная функция додермы очень важна, потому что на этом этапе происходит жесткий отсчет, количество анионов, катионов. Дальше идут сигналы, например, либо в перицикл, если нужно, либо наверх, вниз, неважно. Либо мы растем глубже вниз, и тогда нужно активнее работать корневой пекальными ристемами, чехликами и так далее. Либо мы должны сделать боковые корни, сигнал пойдет наверх, нужно увеличить площадь всасывания. Либо, о, ребятки, мы нашли клондаек, нужно увеличить количество клеток с корневыми волосками. И это все эндодермы. Да, понятно, что паренхима первичной коры в этом тоже активнейшим образом участвует, но непосредственный подсчет происходит в районе эндодермы. А самое важное в этом роли, в роли сигналинга, принимают живые клетки ксилемы. То есть, да, вы отсчитываете на уровне эндодермы, но самый важный отсчет, вы как бы сверяете информацию с эндодермы и витальных клеток ксилемы. И вот если там все совпадает, дальше идут сигналы синтеза гормонов, например, цитокининов, если нам нужно как-то активнее воздействовать на корень, или ауксинов, неважно. В общем, гормональный сигналин дальше пошел. Поэтому вот эта вот барьерная функция, когда мы все из апопласта загрузили в симпласт, это очень важно. То есть, еще раз то же самое. Когда происходит поглощение питательных веществ, мы их сразу загружаем в два пула. Либо кто-то идет по апопласту, красная наша веточка, но дальше в районе эндодермы движения по апопласту прекращаются, потому что пояски Каспария. Но там не важно пояски Каспария или уже равномерное толщине, не важно. Второй вариант, когда у нас что-то сразу загружается прямо в внутреннее содержимое, в симпласт, и по симпласту транспортируется, ну и легко транспортируется уже непосредственно в центр, и там никто не преграждает, все понятно. От чего будет зависеть, попали вы в симпласт или в апопласт? А это будет зависеть от того, активно или пассивно вы поглощаете данные питательные вещества. Как вы понимаете, подавляющее большинство всех анионов будет поглощаться активно, потому что малые концентрации внутри растения, плюс наша клеточная стенка отрицательно заряжена, потому что вы помните, что пектины – это полиголоктероновые кислоты в водных растворах, они диссоциируют, и получается, что у нас клеточная стенка отрицательно заряжена. Ну понятно, что если вы хлор, и вас очень-очень много, вам плевать, вы будете пассивно, соответственно, транспортироваться. А вот всякие нитраты, сульпаты, фосфаты, конечно, это все активно закачивается, а если вы это активно закачиваете, то, скорее всего, все это сразу будет попадать в симпласт. Так, ну и еще о чем мы с вами поговорим, это мы с вами это уже обсуждали, и я это произносила, зона проведения, потому что вы помните, что после зоны всасывания у нас идет зона проведения, и дальше она будет с анатомической точки зрения по-разному выглядеть. Потому что если вы однодольные и споровые, и вы не обладаете вторичным ополщением, тогда у вас, в принципе, практически все сохранится на тех же местах, что и было. Да, только у вас эндодерма, скорее всего, станет с U-образными утолщениями. Ну да, вы снаружи, может быть, приобретете перидерму, ну, потому что вы все-таки зимуете. А если вы в тропиках живете, то зачем вообще это вам перидерма? Вот. Ну, в общем, вы практически полностью сохраните первичное строение. А вот если вы голосеменоли двудольные и собираетесь вторично утолщаться, то тогда ваша анатомия и распределение слоев немножечко поменяется, потому что вы перейдете ко вторичному утолщению, и выглядеть вы будете по-другому. Как? Мы будем обсуждать это на следующем занятии. Если мы говорим про споровые и однодольные, то давайте, о чем мы должны с вами сказать? На самом деле мы должны с вами сказать только об одной ткани. Об одной дополнительной ткани, которая будет играть важную роль. Ну, под цифрой 1, понятно, у нас идет резодерма с корневыми волосками. Но по мере того, как мы будем проходить в зоне проведения, резодерма будет слущиваться, убираться, а под ней начнет дифференцироваться экзодерма. Вообще считается, что первичная покровная ткань корня – это экзодерма. Почему? Потому что это ткань, которая будет действительно нести чисто покровные функции. Потому что, как вы понимаете, резодерма – не совсем честная покровная ткань, да, она, скорее, ассимилирующая. Но вся проблема в том, что экзодерма будет образовываться не из протодермы. Экзодерма будет образовываться из клеток паранхима первичной коры. Поэтому тут ведутся разные споры. В принципе, все останется, как было. Только вместо экзодермы, простите, вместо резодермы у вас будет экзодерма. Все. Ну и плюс эндодерма у вас окажется с у-образными утолщениями. Если станет совсем худо, если вы захотите быть супермноголетним, однодольным, например, то вы где-нибудь вот здесь отсечете все, что находится снаружи и здесь сделаете перидерму. Ну и постепенно у вас будет сокращаться размер паранхима первичной коры. Ну, не такая уж и проблема. Поэтому, еще раз, если вы однодольные испоровые растения, то при переходе от зоны всасывания к зоне проведения, в принципе, у вас ничего не поменяется. У вас просто вместо экзодермы будет экзодерма. Все. А вот если вы голосеменное или двудольное, вот это мы с вами обсудим потом. Это уже на следующем занятии. Хорошо. Да, и, соответственно, если вы голосеменное или двудольное, то вы будете выделить немножко по-другому.